МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 армянских художников из Германии на одной выставке. Мероприятие, посвященное 100-летию Параджанова. Это бред Андрей Никулин о заявлении Баку. 5 сентября отмечается День Ахалкалаки. Корня из Джавахка покорила вершину горы Арарат. На древних армянских землях Западной Армении обнаружена удивительная находка. В ходе раскопок был найден бюст армянской богини Анаит, который является исключительной частью армянского культурного наследия. Анаит, богиня плодородия, природы и материнства, занимала важное место в системе армянских верований. Ее культ был распространен по всей Армении, особенно в период правления династии арташисидов Великой Армении. Такие находки имеют большое значение для сохранения армянской культуры и духовного наследия. Сыны Западной Армении Кумитас Согумон Согумонян. Даже если бы Кумитас написал всего лишь одну песню Антуни, этого было бы достаточно, чтобы признать его великим композитором Клод Дебюси. Кумитас – настоящее имя Согумон Согумонян – армянский священник и композитор, чья деятельность по собиранию армянских народных песен сделала его одним из самых известных армян, как внутри армянского сообщества, так и за его пределами. Масштабная и скрупулезная работа, которую он занимался в годы, предшествовавшие совершенным против армян геноциду, сыграла важнейшую роль в сохранении армянской культуры, которым грозило исчезновение. Родившийся в деревне Кютахья в западной части Османской империи, Кумитас рано потерял родителей. Местный священник отправил юношу в Эчме-1, где он поступил в семинарию. Его музыкальные таланты привлекли к себе внимание. Католикос часто вызывал Кумитаса, чтобы он пел для гостей. Еще в годы учебы в семинарии начал собирать народные песни в местных деревнях. После окончания учебы Кумитас переехал в Тифилис, чтобы продолжить обучение под руководством Макара Екмаляна. По настоятельной просьбе Хремян Айрика, крупнейший армянский нефтяной магнат Александр Монташан, оказал Кумитасу финансовую поддержку. После Тифилиса он смог продолжить свое обучение в Германии в университете Фридриха Вильгельма. После окончания обучения Кумитас вернулся в Эчме-1 и продолжил собирать народные песни. В его коллекции было от 3000 до 5000 композиций, однако из них сохранились лишь 1200. В это же время он начал писать свою собственную музыку, еще при жизни получившую признание как армянских, так и международных критиков. Со временем Кумитас переехал в Константинополь, где стал известен благодаря своим музыкальным проектам. 24 апреля 1915 года Кумитас был арестован, и его должны были казнить. Однако благодаря вмешательству посла США Генри Моргентау, Кумитас был спасен, но лишь физически. Пережитые и мысли о том, что многие из его современников были убиты, навсегда изменили Кумитаса. Из Константинополя он отправился в Париж, где попал в психиатрическую клинику, в которой и умер спустя несколько лет. Никто не знает, что произошло с многочисленными томами фольклорных исследований, которые он так и не успел опубликовать. Сложно оценить влияние Кумитаса на последовавшие после геноцида возрождение армянской музыки и армянской культуры в целом. Армяне и весь мир навсегда в долгу перед его самоотверженной преданностью работе и бесценным вкладом в сохранение армянской культуры. В музее Института Кумитаса состоялся концерт Миясна Канч, дутукиста, основателя и художественного руководителя хора Варанда Шуши, председателя Центрального правления Общенационального армянского образовательного и культурного союза Закара Кишищана и арцахской пианистки Надежды Акупян. После оккупации Арцаха это первый концерт Закара Кишищана, который объединил арцахцев за пределами Арцаха. За 30 лет Закар Кишищан стал любимцем арцахцев. Концерт стал возможностью для любящих культур арцахцев снова собраться и насладиться творчеством любимого музыканта. На концерте присутствовали также предстоятель арцахской епархии и политические и культурные деятели. Закар Кишищан впервые приехал в Арцах в 1988 году с группой студентов из Еревана, чтобы провести концерты, и сразу же влюбился в Арцах. Хор Варанда был основом в годы освобождения Шуши. В то время хор был одним из культурных коллективов, созданных при школе Арам Манукян. С тех пор каждый год, находясь в Арцахе, Закар Кишищан посвящал два месяца хору, готовя новые концерты с новым репертуаром. За 30 лет было создано более 160 песен для хора. При поддержке Армянского культурного союза Лепцига состоялась выставка, посвященная столетию Сергея Параджанова с участием около 25 армянских художников, проживающих в Германии. Художники представили свои работы, вдохновленные мотивами Параджанова. Большинство художников, приехавших из разных городов, продемонстрировали темы своих картин. Художница Анаит Макарчан кратко представила биографию Параджанова. Игра на армянском дутуке в исполнении Артема Сарксяна придал вечеру еще более теплую атмосферу. На открытии также присутствовал духовный пастор Тер Ако Пакопян, представитель посольства Восточной Армении Саак Егиазарян, также представители различных культурных ассоциаций города Лепцик. Мероприятие прошло в рамках межкультурных недель в Лепцике и программой городов Побратимов Ереван-Лепцик при сотрудничестве с посольством Восточной Армении. Выставка продлится до 14 сентября. Далее будет представлена в городах Германии. Политолог Андрей Никулин в интервью Альфа-Ньюс прокомментировал заявление помощника президента Баку Хикмета Гаджиева о том, что международное сообщество должно вести ограничения в отношении вооруженных сил Восточной Армении. Это бред. Такие наблюдения звучат регулярно. Баку требует конституционных изменений и решений, касающихся границ, что преподносится как закулисная игра возможного подписания мирного договора. Баку продолжает оказывать давление, напоминая о дисбалансе. Однако это не означает, что Армении будут что-то навязывать, поскольку для этого нужно победить в реальной войне. Однако никто ничего подобного и не ожидает, поскольку последствия этого в виде международной изоляции обойдутся Баку очень дорого. Уже больше года ведутся закулисные переговоры по мирному договору, демаркации гранит и транспортным коридорам. В рамках этого процесса Баку периодически делает такие резкие заявления, отметил Никулин. Празднование дня города Ахалкалаки в этом году запланировано на 5 сентября. Об этом сообщается Кребулу Ахалкалаки. В этом году Ахалкалаки отмечают 960-летие. Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 в Центральном парке Ахалкалаки. Мерия Ахалкалаки в этом году выделила на празднование дня города 50 тысяч лари. В прошлом, в 2023 году, было выделено 35 тысяч лари. Карине Аганесян – одна из немногих жителей Джавахка, которой удалось преодолеть высоту 5137 метров горы Арарат и на вершине Библейской горы установить надпись «Из Джавахка» на Арарат. Наша героиня начала подниматься в горы с 18 лет с альпинистским клубом Тричк. Мысль о восхождении на Арарат пришла в августе 2023 года, но осуществилась только в августе 2024 года. Как отмечает Карине, беспокойства, конечно, были, но они не помешали подняться на вершины горы Арарат. О своих чувствах Карине говорит следующее. Беспокойства, конечно, были, но они не помешали подняться на вершину горы Арарат. Это самые искренние эмоции как на вершине, так и во время подъема. Каждый момент стараешься ощутить. Я чувствовала поддержку хороших людей, сумев преодолеть свои страхи и мысли. 19-летняя Карине Аганесян из села Сулда Ахалкалакского района. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.